здорова всем ребят с вами алекс the terrible вы находитесь на моем youtube канале сейчас я вам расскажу пару слов о моем мотоцикле а это harry davidson virot muscle 2011 года 1250 кубических сантиметров движок не знаю если честно сколько здесь лошадей где-то под 100 крутящего момента достаточно чтобы выкручивать бернауты делать всех со светофора в том числе и спартачей весит он достаточно много ну по 300 килограмм точно очень тяжелый мотоцикл но очень управляемый очень легок в управлении вот давайте пару слов вообще о нем расскажу скажу покажу на самом деле я как бы не очень шарю мототехники в автотехнике я очень люблю мото и автотехнику но очень люблю любоваться так скажем ездить до эстетически мне очень нравится вот эти все вещи покупал его два года назад он естественно был в полустоковом состоянии здесь не было таких колес здесь не было такого обвеса здесь не было такого выхлопа здесь практически все изменено в том числе и маятник который я переваривал давайте с самого начала по порядку еще вот этот маятник да я его переварил чтобы поставить вот такого здоровенное нахуй колесо это колесо размером 330 330 и на 18 по моему если я не ошибаюсь здесь можно посмотреть 330 на 30 17 17 достаточно жирное колесо смотрите просто на хуяк блять ёбаный насос но это блять просто бэтмобильно вот чтобы поставить такое колесо соответственно родной маятник вам не подойдет нужно его либо на станке фрезеровать либо распиливать наваривать новые я так и сделал это на самом деле колхоз так нельзя делать нельзя но здесь колеса у меня на фрезерном станке сделано очень дорогие блять от 100 тысяч тут по моему одно колесо 120 тысяч второе колесо 110 по моему вода передняя это по моему у меня на 18 или даже на 19 не помню здесь где-то должно быть написано в душе не бу 18 окей вот 120 110 тысяч колесо достаточно жирно иди сюда смотрите тоже ставлю свою ногу у меня 43 размер как бы блять не маленькая ножка колесо жирная вот делали ребята мне из бокс 39 из москвы салют парни охуенные работы делают охуенные вироды охуенный мотоцикл охуенный кастомайзинг рекомендую дальше идем тормозные диски соответственно тормозные диски что спереди что сзади эти колодки и ты хуйня забыл как и называется блять harry davidson родной суппорта суппорта вот дальше идем ребята из бокс 39 сделали мне сейчас вспомню как это называется вот это называется вилка да вот эти сами перья там вся хуйня а вот это блять я забыл прикиньте вот блять всегда забываю не вовремя все что нужно рассказывать вам сейчас на камеру просто блять ну вот вылетает нахуй из башки кто знает как вот эта штука называется вот это вот блять сука вот я знаю я знаю я просто забыл просто забыл дальше идем естественно моя маска это уже как бренд это моё климо так скажем многие люди знают мою маску не зная меня не знаю чем я занимаюсь вообще там и так далее то есть маска достаточно популярны я блять продаю просто веры пирожки вот я думаю то что она здесь очень брутально смотрится она здесь очень гармонично вписалась вот еще нигде такого не видел поэтому мне очень нравится соответственно дальше идем вот этот вот руль здесь был другим тысячи все было другое ну не суть давайте по порядку руль я захотел чтобы он был не прямой как обычно это делают у родов я захотел чтобы он был чуть-чуть у меня по брутальней вот знаете рога еще рога мало рогов надо больше врагов вот руль не сделали ребята из я не буду говорить у меня сделал потому что для для ждал личностно пока они отправят в общем ладно дальше идем фальшбак да ребят это фальшбак это не настоящий бак под ним идет фильтр под ним идет вся проводка всякая вот это вот шняга вот настоящий он находится вот здесь под сиденьем вот он вот здесь вот здесь вот это вот настоящий бак он там не намного на литров 10 можно 12 мне хватает расход здесь достаточно большой потому что это тяжелая махима как я уже сказал по 300 килограмм она где-то весит но нормально 40 километров туда сроки на 40 километров туда 40 ты пошли вон нахуй короче хватает не бензина ждет нормально но хватает в общем заднее крыло соответственно новое соответственно я новые амортизаторы поставил legend а я считаю то что это самые топовые в своей линейке амортизаторы раньше здесь стоял стояла пневма мне кажется то что она была достаточно жесткая этот мотоцикл вообще в принципе жесткий и на нем ездить только блять по идеально ровной дороге иначе твоим почкой твои твоим почкой твоей почки твоему всему организму пизда просто вот едешь вот так вот нахуй тебя все внутри трясется блять сердце почки и желчный пузырь чем у нас учились вот с этими амортизаторами стало чуть-чуть получше потому что они здесь регулируются по жесткости меня вполне устраивает но я вам так скажу это мотоцикл выходного дня чтобы вот чисто выехать по выебываться короче потому что ну блять непрактично непрактично такой вот дальше погнали здесь как вы можете видеть подножки для второго пассажира я их специально поставил я думал что я сейчас буду возить красивый девочек до 50 килограмм здесь даже дополнительная сидушка у меня такая небольшая была я посадил свою сестру она конечно у меня не толстуха тоже весит где-то примерно 50 килограмм на ли привет и вот здесь вот видите у меня сразу вот треснула хуякси пиздец хотя казалось бы здесь рама дополнительно к этому крылу идет то есть подрамник и казалось бы он должен так-то выдерживать но вот блять не выдержал почему-то но не суть суть в том что однозначно это мотоцикл эгоист здесь нужно ездить только одному я вообще за то чтобы блять кататься одному на мотоцикле потому что ты несешь ответственность не только за себя но и другого человека пассажира так что впиздуешь все эти страсти дальше идем короче выхлоп очень горячий очень более горячий градусов мне кажется 400 наху нагревается моментально если вот здесь вот ногу блять вот так вот поставить да чуть-чуть близко все эти пизда наху ажок четвертой степени так что но выглядит заебись я не хочу некий кожухи здесь ставится куза лупу потому что выглядит это очень нравится очень блять прямо такие кишки наху вот выхлоп не делал чувак из екатеринбурга и не слотов ссылку я на него скину точно так же как на бокс 39 спасибо тебе огромное дэн у меня все устраивают зуб изумительный просто такой басистый сука жирный наху брутальный все как на специально для меня погнали дальше фальшбак так сказал крыло сказал сиденья естественно выхлоп от старого хозяина у меня осталось только вот этого штука это здесь стоит радиатор вот и блять если честно я опять же не помню блять как она называется здесь такие странные названия просто пиздец ну либо я такую почту не запоминаю в общем мотоцикл был белого цвета я его перекрасил в черный естественно я заменил крыло здесь ну в общем то в принципе я здесь заменил все практически по большой степени потому что когда ты меняешь колеса да когда ты меняешь там выхлоп когда ты развариваешь маятник мотоцикл вообще преображается он абсолютно по-другому начинает выглядеть и мне сейчас нравится как он выглядит мне бы хотелось сделать консольный маятник те кто не знает консольный маятник это когда вот это вот вся штука убирается вот этот маятник убирается выносится все на одну часть то есть на ту колесо остается полностью полая так здесь ничего нету просто красивое колесо и все это стоит порядка пятиста тысяч рублей я уже сказал то что я на него потратил довольно приличную сумму и пока что я потратил все свои деньги все свои сбережения просто в этот моц и блять это просто это я больной человек мне кажется вот это покупает квартиры кто-то покупают для дома там строят я покупаю мотоциклы и просто все деньги в бухе вы блять мотоциклы и в машины кстати тоже у меня есть long cruiser 200 я его тоже на тюнинг отдал но об этом чуть позже в общем я больной человек не повторяйте за мной так делать ни в коем случае нельзя нужно знать цену своим деньгам нужно их инвестировать правильные вещи они вот в этом в общем то ребята что сказать моцик достаточно тяжелый достаточно мощный достаточно брутальный чтобы блять каждый человек оборачивался блять смотрел на него пока вы едете по городу особенно когда вы едете вот с этим автоматом калашников но мне он очень нравится эта часть меня это часть моей души это мое творение я по-любому буду дальше над ним работать мне очень нравится как он сейчас выглядит дальше он будет выглядеть еще круче так что вот такие дела ребят тот кто любит мотоциклы тот меня поймет ну и соответственно stay safe drive safe не нужно гонять не нужно блять разбиваться не нужно блять лихачить ездить это так как блять не знаю как на велике вот всем хорошего настроения и удачи